МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Утро на ОТВ. В студии Елена Краева и Ольга Дмитриева. В нашей программе вы увидите. Крылатое сердце России. На территории Московского конного завода номер один прошел турнир по традиционной экипажной езде. Обширная программа в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха отметили День физкультурника. Отдых у воды. Наша съемочная группа примерила на себя работу спасателей. И работы по подключению жителям Одинцовского округа рассказали о графике газификации. 16 августа 1930 года в Америке создали первый в истории кинематографа цветной звуковой анимационный фильм продолжительностью чуть более шести минут. Сюжет рассказывает о смешных моментах, которые происходят в жизни главного героя Мышонка, прототип которого потом взяли за основу при создании знаменитого Микки Мауса. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в нашей следующей рубрике. 16 августа 1812 года началось Смоленское оборонительное сражение. Одно из самых кровопролитных в Отечественной войне этого года. Оно продолжалось три дня. Смоленск стал местом соединения армий Барклая и Багратиона. Их преследовали многочисленные корпуса армии Наполеона Бонапарта, которые вторглись в пределы России. Русские войска смогли приостановить наступление французов на Москву. В этот день в 1960 году в Стокгольме основали Международную академию астронавтики. Инициатором создания стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сейчас это площадка для сотрудничества ведущих астронавтов, физиков и инженеров в изучении космоса. Членами академии являются ученые из 83 стран, в том числе и из России. 16 августа в России отмечают настоящий праздник сладкоежек – День малинового варенья. Эта ягода издавна почиталась в народе. Ее считали вкусным лекарством, которое помогает от простуд, сохраняет красоту и укрепляет здоровье. И действительно, малина очень богата витамином С. Ежегодно 16 августа начинается неделя памяти короля рок-н-ролла Эллиса Пресли на его родине в южноамериканском городе Мемфис. Интересно, что среди запланированных тематических мероприятий есть трехдневный турнир по карате. Его начали проводить с 1983 года. В нем принимают участие великие чемпионы, лично знакомые со звездой. А еще в мире есть интересный праздник в честь одного из самых загадочных персонажей – Джокера. В этот день можно устроить с друзьями карточную игру с использованием карты этого персонажа или посмотреть кино с ним. В этот день родился будущий двукратный олимпийский чемпион Геннадий Цыганков. Хоккейные азы он постигал на родине, на Дальнем Востоке. Уже в детстве талант привлекал внимание тренеров, и даже попав в армию, он продолжал играть в хоккей. Судьбоносным для защитника стал финал класса Б чемпионата СССР, который проходил в Ухте. В этих матчах он показал всю свою мощь, и его заметили. В легендарной армейской дружине Цыганков провел долгих 11 лет – огромный срок по тем временам. Еще в этот день родилась американская певица Мадонна и актер Пьер Ришар. Турнир по традиционной экипажной езде «Крылатое сердце России» в третий раз прошел на территории Московского конного завода номер один. Его заглавной темой в этом году стала история «Русской тройки». Участники из городов России привезли разные породы лошадей, продемонстрировали мастерство управления и порадовали зрителей настоящими театрализованными представлениями. Материал Полины Баховой. Уже более двух веков русская лихая тройка лошадей является главным символом России. Кореник, идущий по центру и пристежные, дают по воске мягкий ход и могут ездить на дальние расстояния, говорят специалисты. Лошади, запряженные в дугу, никого не оставят равнодушным. Лошади что верхом она смотрится, что в упряжи одна, что в паре, что в тройке, что в четверике. А русская тройка, ее же нигде нет. И все знают, что это русский национальный вид уже спорта, скажем так. И традиции надо сохранить, передать, показать людям, чтобы они видели, что мы чем-то еще дорожим, что-то у нас еще есть, чтобы душа как-то кипела внутри, какие-то переживания создать. На турнир по традиционной экипажной езде Василий Менчев приехал из Владимирской области. Кроме него еще пять команд, настоящих мастеров конной езды, приехали в горки десятые, чтобы посостязаться в своем мастерстве. В этом году им подготовили непростые испытания. Программа обогатилась таким элементом, как запряжка на время. То есть сначала маршрут проходит коренник, то есть в одиночной запряжке, а потом прямо при зрителях, прямо на основном поле подводят пристежных, на глазах у всех пристегивают их и еще раз проходит маршрут. Каждое действие команды от точно до миллиметра. Чтобы запрягать тройку и управлять лошадьми, необходимо учитывать многое. Важно вожжи, наверное, то есть вопрос к вожжам, вопрос к управлению, каким образом та или иная лошадь реагирует на то управление, на то, на это. То есть это все очень индивидуально и, конечно, это очень сложно. Но главное – чувствовать животное, говорит Елена. Гости турнира смогли насладиться мастерством и яркими костюмами участников. Дефиле дамской верховой езды вернуло всех в прошлое, когда женщины ездили особым образом. Потому что было неприлично, даме едет верхом. Дамы ездили в юбках, юбка не позволяла сесть по-мужски. Дети смогли покататься на пони, взрослые приняли участие в мастер-классах, а дамы выгулили невероятной красоты шляпки. Шляпки являются неотъемлемым атрибутом любых скачек. Этот дресс-код объясняется давней традицией прикрывать голову при монарших особых. На каждые пять дней скачек женщина должна была одевать новую шляпку. Немало их и сегодня, но они больше спасают от дождя. Первое место «Крылатая тройка» Орловских вороных принесла московскому конному заводу номер один. В составе команды была легендарная кобыла Рада, неоднократная победительница различных соревнований. Это выступление стало торжественным завершением ее десятилетней карьеры. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Любители здорового и активного образа жизни отметили День физкультурника в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Для взрослых и детей подготовили обширную программу. Подробнее расскажет Екатерина Крамор. Смотри, они уже смотрят, начали уже. Семейные соревнования, спортивные мастер-классы и розыгрыши в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели День физкультурника. Каждый нашел занятие по душе. Кто хочет более активно, они могут, например, пробежаться с тренером, поставить технику бега. Можно на лыжероллерах пробежать дистанцию. Также поучаствовать в мастер-классах по самообороне с чемпионкой мира по ММА. Семья Казаковых активно занимается спортом не только по будням, но и по выходным. С собой они всегда берут своего питомца. Он тоже готовится к соревнованиям для собак. Сейчас с удовольствием бегаем в зарядке, купаемся в городских прудах, катаемся на лыжероллерах, на роликовых коньках. В этот день отметили успехи и старания одинцовских спортсменов. Их наградили благодарственными письмами главы округа Андрея Иванова. За спортивные достижения у нас, в принципе, сложно выбрать за что, потому что мы руководим довольно мощной школой акробатики Гургенидзе. У нас огромное количество спортсменов. Они, в принципе, практически все призеры, победители чемпионатов России, первенства России, международных турниров. Поэтому я не знаю, за что конкретно выбрали, но за что-то из этих достижений. В спортивном празднике на Лазутинке приняли участие более тысячи человек. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова. В Шатуре прошел 6-й московский областной семейный форум «Многодетная Россия». Его посетили более 600 участников – представителей многодетных семей из 37 муниципалитетов. Они обсудили самые актуальные темы – выплаты компенсации вместо предоставления земельных участков, создание школы отцов при женских консультациях, а также меры поддержки больших семей Подмосковья. Форум проходит ежегодно. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. 51 человек заблудились в подмосковных лесах на прошлой неделе. На поиски отправлялись лесничие сотрудники полиции «Мособлпошспас» и «Лиза Алерт». Больше всего сигналов о помощи поступало из Клинского, Истринского, из Венигородского лесничеств. Всем любителям природы напоминаем, что в непредвиденных ситуациях в лесу получить помощь можно по телефону 112. Отправляясь в лес, зарядите телефон, возьмите зарядку, лекарства, воду и перекус. Предупреждайте близких о маршруте движения и запоминайте ориентиры. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Подмосковье обустроили 39 комплектов шумовых полос. Работы выполнены в местах, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима. Полосы обустроили перед пешеходными переходами, перекрестками, выездами на автомагистрали и перед ЖД-переездами. Это позволяет минимизировать аварии на потенциально опасных участках дорог. Планируется нанести еще 11 комплектов шумовых полос, всего их будет 50. С 2023 года в Монике работает многопрофильный дневной стационар. За полгода в нем прошли лечение более 3000 пациентов. В августе здесь открылись кабинеты стоматологии, гематологии и функциональной диагностики. Также медицинскую помощь в стационаре можно получить по профилям ревматология, пульмонология, терапия, дерматология, гастроэнтерология, кардиология, травматология. Сделать инъекции, внутривенные инфузии, пункции и другие процедуры. В будущем откроют кабинеты эндоскопии, лор-врача, уролога, хирурга, онколога, челюстной лицевой хирургии, а также планируется запуск новых операционных для проведения малоинвазивных вмешательств. В нашем округе официальное купание разрешено лишь на двух пляжах, оба принадлежат пансионатам. На других десяти разрешен лишь отдых у воды. Однако зачастую это мало кого останавливает, поэтому спасательные службы ежедневно патрулируют места массового скопления людей у водоемов, следят за безопасностью и предупреждают о правилах поведения. Наша съемочная группа примерила на себя работу спасателей. На необорудованных и непредназначенных для купания пляжах, как правило, стоят вот такие вот таблички, но внимания на них мало кто обращает. В жаркие летние дни у водоемов всегда много людей. Именно такие места стихийного купания находятся под пристальным наблюдением спасателей. Ежедневно они патрулируют леса и водные объекты. В первую очередь это производится в целях профилактики недопущения несчастных случаев. Спасатели проводят с гражданами беседы, инструктажи, объясняют, почему в данных местах купаться нельзя, нежелательно, объясняют про все опасности. А опасностей в таких местах немало. Не исследованное дно, сильные течения или посторонние предметы в воде. Вот такие вот необорудованные пирсы, вышки – самое травмоопасное место, по словам спасателей, при отдыхе на воде. Зачастую причиной несчастных случаев является сам человек. Спасатели предупреждают, категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок всегда должен быть в поле зрения родителей, даже если он играет на берегу. Головные уборы в жару обязательны. Как правило, беда на воде случается внезапно. Если повезет, и спасательные службы будут рядом, они окажут первую помощь. Смотрим, когда мы делаем вдохи, смотрим, чтобы грудная клетка приподнималась. То есть, если грудная клетка не поднялась, значит, мы не освободили дыхательные пути, либо там есть какое-то народное тело, либо мы просто мало запрокинули голову. При этом необходимо отличать так называемое сухое утопление, когда в легких нет воды, делится Константин Анисимов. Спасатель со стажем не раз участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций и вытаскивал людей из воды. Он уверен, первые минуты при спасении – самые главные. В первую очередь, это самовыдержка, контроль, умение правильно и рационально оценить ситуацию, обстановку. Общение с людьми, потому что это очень важное общение с пострадавшими. Кроме этого, необходимо постоянно повышать профессиональные навыки и физическую подготовку. Но лучше каждому из нас самим беречь свою жизнь и соблюдать правила безопасности. Более подробно о работе спасательных служб вы узнаете в нашем специальном репортаже. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. В природном заповеднике Битцевский лес специалисты МОЗ природы обнаружили лисят. Присутствие этих хищников – признак здоровой экосистемы. Животным примерно три месяца в этом возрасте они уже покидают свою нору, исследуют окружающую местность и самостоятельно охотятся. При встрече с малышами горожан просят не подходить к ним слишком близко. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. Гости выставки «Станция Маньеш», которая входит в программу Московского урбанистического форума, смогут посетить виртуальную экскурсию по первому регулярному речному маршруту. Путь пройдет между причалами Киевский и Сердце столицы. На выставке можно подобрать экскурсию или круиз по своему вкусу, а также познакомиться с уникальным маршрутом «Речное Золотое кольцо» от Северного речного вокзала до Южного. Троицкая линия метро станет самой протяженной за границами МКАД. На ней будет 17 станций. Сейчас они находятся на разных стадиях готовности. Протяженность линий составит более 40 километров. В перспективе ее планируют дотянуть до Троицка. Участок от Зила до Комунарки планируют открыть уже в следующем году. Во время строительства подземной парковки в жилом комплексе в Митина обнаружили необычные окаменелости. Экскаваторщики выкопали предполагаемые кости доисторической рептилии, а также раковину вымершего моллюска. По словам рабочих, останки животных блестят и светятся. На место выехали сотрудники спецслужб. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Работы по подключению жителям Одинцовского округа рассказали о графике газификации. Краски лета. В первой Одинцовской библиотеке открыли выставку картин. Про добро. Врач-офтальмолог Сергей Братяков рассказал в нашей рубрике, как пришел в профессию и что считает самым ценным в работе. Жителям Одинцовского округа рассказали о графике социальной и первичной газификации. Работы по подключению пройдут еще в 174 населенных пунктах муниципалитета. Как подать заявку и заключить договор по программе, расскажет Екатерина Крамор. В Одинцовском округе продолжают реализовывать программу социальной газификации. На сегодняшний день подключено 192 населенных пункта из 236. Что составляет 81%. 1305 газифицированных МКД многоквартирных домов, 79 тысяч газифицированных квартир. И это что составляет? 49 тысяч абонентов в ИЖС. Не составляет, а отдельно еще у нас есть 49 тысяч абонентов в ИЖС. В перечень первичной газификации включены 16 населенных пунктов. Работы в них планируют завершить до июля 2027 года. Для включения в эту программу необходимо предоставить список граждан, зарегистрированных по месту жительства в этом поселении. Их должно быть от 30 человек. Также предельный лимит капитальных затрат на газификацию в расчете на одного человека должен быть не более 450 тысяч рублей. Важно и то, что проект соцгазификации сделали бессрочным. В уже газифицированных населенных пунктах те жители, которые еще не подались, по разным причинам, могут смело подаваться, оформлять заявку и точно в таком же режиме, не затрачивая своих средств до границ своих участков, получать газопроводы. Работы по газификации в округе пройдут в 174 населенных пунктах. Все запланированные объемы должны быть выполнены к июлю следующего года. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. В Приморье из-за наводнения введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Тайфун нанес региону огромный ущерб. Из-за сильных ливней во многих районах подтоплены участки дорог, мосты, сельхозугодия и жилые дома. Более 2,5 тысяч человек эвакуированы. Работают 12 пунктов временного размещения. В регион доставляют технику для откачки воды, тепловые сушки для помещений и гуманитарную помощь. О других событиях нашей страны смотрите далее. В Самаре стартует четвертый парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей». Зрителям покажут 15 спектаклей коллективов из Москвы, Уфы, Казани и других городов как в онлайн и офлайн форматах. Впервые фестиваль прошел в 2019 году и стал настоящим событием для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он сразу привлек внимание театральных коллективов из других регионов и стал всероссийским. В Кисловодске по случаю 220-летия города пройдет световое шоу. Также на 100-метровом каменном экране подпорной стены покажут фильм о жизни и истории города. За последний год он стал лидером края по событийному туризму, уличным, культурно-массовым и спортивным мероприятиям. На северо-западе Камчатки рыбаки спасли четырех взрослых белух и детеныша. В течение нескольких часов они поливали их водой, чтобы у китов не было обезвоживания. Подкармливали рыбой. После наступления прилива животные ушли в море. В первой Одинцовской библиотеке открыли выставку «Краски лета». Наш корреспондент Карины Еряшева поговорила с художниками о картинах, сложных техниках и вдохновении. И мы сейчас тоже попали в такое приятное ароматное лето, потому что эта выставка называется «Краски лета». С помощью живописи можно передать красоту окружающего мира, определенное настроение и даже эмоции автора. Лето богато яркими цветами и пейзажами. Посмотреть, как художники передали это время года, можно на выставке «Летние краски» в первой Одинцовской библиотеке. На самой выставке представлены работы не только художников-живописцев, представлены еще работы акварели, работы маслом, графика представленная. Также у нас представлены фотографии, фотохудожника, работы тоже. Все посвящено лету, Одинцовскому округу и не только, и приятным путешествиям. Открытое окно, зеленые деревья, на подоконнике арбуз и сладкие яблоки. Выполненная масляными красками картина стала афишей вернисажа. Такой натюрморт написала художница Светлана Кулик. Много лет она преподает искусство детям и взрослым. Ну, я учу их писать. Приходят, иной раз вообще кисточки никогда не держали. А сейчас уже шедевр пишут. Я очень довольна. И портреты пишут, и пейзажи, и натюрморт. А Тамара Старостина выбрала для выставки акварель с полевыми цветами и клевером. Работа в этой технике сложная, требует быстроты и определенных навыков. Своё вдохновение она находит в природе. Часто я посещаю родники в Зиннекородске, езжу за водой, хожу по красивым полям с ромашками, с клевером, с другими цветами красивыми. И, конечно, не зря здесь появился букет полевых цветов. Разная тематика таких мероприятий дает возможность продемонстрировать свои навыки и попробовать новые направления. Выставка будет открыта до 31 августа. Карина Ерящева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Их профессионализм всегда оценивают по достоинству. Врачи-офтальмологи помогают пациентам видеть этот мир лучше. Очень важно вовремя обратиться к опытному специалисту, чтобы он точно поставил диагноз и помог справиться с недугом. Сергей Бортиков рассказал, как пришел в профессию и что считает самым важным в работе. Врачи-офтальмологи помогают пациентам видеть этот мир ярче. У них точная, порой кропотливая работа. Сергей Бортиков пришел в эту профессию не случайно. Определился я со специальностью уже в конце института. Дело в том, что просто мой дедушка. Так получилось, что как раз когда я заканчивал уже институт, у него появился ряд глазных болезней, которых я узнал. И мне очень захотелось чем-то ему помочь в этот момент. И я решил, что, пожалуй, я решу выбрать этот путь. Родился в Сумской области. Окончил первый медицинский институт имени Сеченова. В Верхушковское подразделение Одинцовской областной больницы пришел работать в 2010 году. А спустя 9 лет его назначили на должность заведующего отделения. Сергей Александрович с уверенностью говорит, что не ошибся в выборе профессии. Уже 18 лет он помогает пациентам. Несмотря на это, всегда учится чему-то новому. По врачебной практике он проводит диагностику, лечение и профилактику патологий и травм в глаз. Основное – это вести правильный образ жизни, стараться питаться правильными продуктами, использовать больше фруктов, овощей, витамины А, витамин С, витамин Е. Ну и вообще по возможности вести здоровый образ жизни. Всегда бережно относится к пациентам, старается дать ценные советы, как сохранить зрение. Сейчас современный мир, конечно же, немножко изменился. И сейчас проблема с близорукостью, она уже выходит на первый план, потому что у очень многих детей в школе она развивается. Ну, конечно, здесь и особенности нагрузки, и особенности обучения. Но дома, конечно, по возможности нужно минимизировать использование планшетов и телефонов, особенно при плохом освещении, особенно вечером, по ночам, когда они сидят там под кроватью в этом телефоне. Своевременное обращение к доктору может предотвратить ряд неприятных заболеваний и избежать необратимых осложнений. Многие болезни развиваются бессимптомно и дают о себе знать, когда становится слишком поздно. Зрение человека – это большой дар. Раиса Киян, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Ученые нашли в Западной Африке неизвестный вид сама. Его назвали в честь хоббита Фродо из Вастлина колец. Его тело коричневого оттенка с пятнами светлого и желто-кремового цвета. Специалисты отметили, что виду угрожает опасности. Регион сильно пострадал от добычи полезных ископаемых. Разрушение среды обитания может привести к их полному вымиранию. Эксперты из университетов Дании выяснили, сколько времени требуется людям в разных странах и культурах, чтобы сказать «Я люблю тебя». Команда набрала 3109 участников, которым предложили заполнить онлайн-анкеты. Результаты показали, что в шести из семи стран мужчины признавались в чувствах первыми. В среднем они произносят эти слова через три с половиной месяца после знакомства. Кондитер из Южного Уэльса обнаружил ценное произведение искусства в коллекции «Бабушки и дедушки». Картина, написанная в 40-х годах XX века, много десятилетий украшала дом. Изначально он планировал передать ее на благотворительность, но после консультации с соседом, австралийским художником, выяснил, что это утерянный шедевр. Семья решила передать произведение в Национальную галерею Австралии в память о бабушке и дедушке. В Узбекистане производят молоко, нейтрализующее коронавирус. Племенной скот прививали антиковидной вакциной, в результате чего у вакцинированных животных через две недели вырабатывались антитела. С октября 2022 года в Нукусе провели испытания производства молока. Выяснилось, что оно хранится в режиме пастеризации в течение 30 минут при температуре 62,5 градусов, и его можно использовать в лечебных целях. И о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет солнечно. Температура воздуха днем 24-26 градусов тепла. Ночью 16-18, ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Это было утро на ОТВ в студии Ольга Дмитриева и Елена Краева. Мы желаем вам отличного дня, прекрасного настроения. Пока-пока. До свидания.